ЧЕК-ЧЕК, ДРУЗЬЯ! С ВАМИ СНОВА ГРЯЗНЫЙ ДВАРФ, И КАК В ВИДИТЕ, У НАС ТУТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГАЙД ПО ДВАРФАМ. Честно говоря, для меня самого это неожиданность, и я к нему даже не готовился, надеюсь, что сейчас что-нибудь сообразим. Вроде как я сегодня планировал рассказывать вам про текстильную промышленность, давайте для начала выкопаем три комнаты, там где у нас мастерские стоят, и разместим там всё, что будет необходимо для создания стильных шмоток для наших бородачей. Так, наша комната готова, и теперь давайте перейдём к постройке, собственно, самих мастерских. Нашей первой мастерской будет мастерская фермера, где мы будем перерабатывать растения в нити. Чтобы её построить, нажмём B, W, и ещё раз W. Так, дальше нам потребуется мастерская предильщика, LUM. Оу. Теперь нам останется построить только мастерскую портного. Окей. Так, теперь нам надо назначить дварфов, которые будут заниматься нашими профессиями, если у нас таких по дефолту нет. Нам нужен дварф с профессией Plant Processing. Так, у нас один такой есть, всё в порядке. Дальше нам нужен чувак с навыком Weaver. У нас один такой тоже в крепости есть, значит всё хорошо. И осталось только найти портного. Один такой есть, всё в порядке. Всё очень плохо, у нас какой-то дварф впал в Стрэндж Муд и занял мастерскую портного. Это отвратительно. Надеюсь, что он быстро её освободит, и мы сможем продолжить нашу работу. В любом случае, давайте пока разместим здесь несколько складов. Как всегда, сделаем три кастомных склада вокруг наших мастерских и настроим их чуть позже. Если кто забыл, как строятся склады, то, напоминаю, просто нажмём P, а потом, чтобы создать кастомный склад, C. Change Settings. Мастерская фермера. Здесь у нас, значит, будут храниться растения. Food Plants. Всё остальное запрещаем к хранению здесь. Если кто забыл, то, чтобы это сделать, надо нажать клавишу F. Всё, отлично. У нас теперь хранятся здесь только растения. И нити надо тоже будет хранить здесь. Активируем ткань. Cloth. И оставляем только Thread. А Cloth здесь не будем хранить. Это ткани, они нам не нужны на этом складе. Так, дальше. Тут у нас предельня. Значит, здесь будут храниться нити и ткани. А, ну да. Зря я их деактивировал. Это был глупый хуй. И мастерская фортнова. Здесь мы будем хранить только ткани и уже готовую одежду. Готовая одежда, это у нас армор. Запрещаем хранить здесь щиты и металлическую броню. А всё остальное, ну, пусть будет. А там посмотрим. Теперь дождёмся, когда наш дворф Стрэнджмуде освободит мастерскую. И приступим к работе над текстильной промышленностью. Хотя, в принципе, можно начинать уже сейчас. Выберем мастерскую фермера. Дадим ему задание перерабатывать растения в нить. A, P. И нажмём R, чтобы работа повторялась. Ну что ж, господа. Теперь давайте перейдём непосредственно к шитью. Здесь всё предельно просто. Откроем окно менеджера. J, M, Q. Вводим в поиски Cloth. И смотрим вещи, которые мы будем делать. Ну, допустим, рубашки. Шёрт. Количество 15 штук. Дальше штанишки. Траузерс. Тоже пусть будет 15. Дальше сделаем им носки. 15 штук. Дварф обожают носки. У них есть традиция всегда разбрасывать их там где-нибудь по крепости. И ботиночки. Тоже 15 штук. Ну и для полного увеселения ещё сделаем 15 мешков. Мешки никогда не бывают лишними. Ну, на этом вроде текстильная промышленность остаётся изученной. Вроде рассказывать больше нечего. Но гайд что-то вышел больно коротким. Поэтому давайте ещё замолвлю вам пару слов о щитоводе. И на этом закончим. Так, чтобы назначить щитовода, нажмём N. И выберем профессию Bookkeeper. Назначим щитоводом нашего лидера экспедиции. Так, щитовод это на самом деле очень клёвый чувак. Он, как ни странно, считает предметы в нашей крепости. Когда у нас есть в крепости щитовод. Да, во-первых, самим будет проще наблюдать за тем, сколько у нас всего. И как долго мы сможем с этим прожить. Поскольку изначально, когда щитовода нет, у нас там просто очень-очень примерные значения указываются. И это может нам быть совсем не на руку. Отвратительно, кошмарно. И поэтому щитовод нам очень нужен. А во-вторых, чувак с навыком щитовод быстро развивает какие-то полезные навыки, которые ему позже тоже могут пригодиться. Так вот, щитовод у нас назначен. Теперь нажмём клавишу S и выберем самый последний пункт. Highest Precision. Теперь он будет всё подсчитывать с максимальной точностью. Станет мега крутым математиком. Теперь вы знаете офигенную инфу про щитовода и не менее офигенную инфу про текстильную промышленность. Напомните мне, пожалуйста, в следующем гайде вам рассказать что-нибудь про закон. Может быть, немножко про армию, про их тренировки. Да. И там дальше посмотрим. Может, летсплей будет там с драконами и королями. Но это будет зависеть от просмотров. С вами, в общем, был Грязный Дварф. Офигенный Грязный Дварф, это определённо. Я не вижу причин не поставить под этим видео лайк. Впрочем, как и не вижу причин не подписаться на мой канал. Да, в общем, подписывайтесь. Рассказывайте про него друзьям. Пейте пиво, молитесь Армоку. На этом, пожалуй, всё. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова